Новый учебный год стартует через неделю. В школах заканчиваются последние приготовления. В деревне Салдыбаева Козловского района сегодня открыли новый спортзал, а в деревне Емёткино дошкольную группу при средней школе. На объектах побывал и временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев. Первыми в новый спортзал пришли, как и положено, юные спортсмены. Алексей Пресняков будет учиться в 8-м классе Салдыбаевской средней школы. Живет в соседней деревне, но заниматься спортом приходит сюда каждый день. Даже уходить из спортзала не хочется, говорит Алексей. Раньше всё было по-другому. Ну же, рушилось почти. Ну пол тоже почти уже поломанный. Спортзал Салдыбаева отремонтировали не случайно. Здесь сильная волейбольная команда, а лучший игрок первенства Чувашии – воспитанник этой школы. Ежегодно школьники становятся победителями районных соревнований по лёгкой атлетике, волейболу, призёрами юно-армейской игры «Зорница». Школа эта сильна традициями. Здесь есть замечательные волейболисты, выпускники этой школы, которые продолжают заниматься волейболом и защищают честь нашего района на республиканском уровне. И нисколько я не сомневаюсь, что этот зал будет всегда заполнен. В Салдыбаевской средней школе учатся 75 детей, которые живут в шести ближайших деревнях. В школе провели модернизацию столовой, а в этом году отремонтировали спортивный зал. Все общеобразовательные школы Чувашской республики готовы к Дню Знаний. Наша задача теперь, приступая к выполнению своих прямых обязанностей, учителя с большей буквы, учить людей, давать им знания, делиться своим сердцем, воспитательная работа. Деревня Емёткина накануне учебного года открыли дошкольную группу на 25 мест при средней школе. Здесь есть все необходимое, чтобы дети могли получать дошкольное образование. Дошколятов пришли в новую группу накануне, но уже освоились. Освоилась и молодая воспитательница Анжела Смирнова. Окончив среднюю школу и получив высшее образование, она решила вернуться домой. В республике за последние годы построили 40 детских садов. Решена проблема обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей с трех лет. Проблему, которая была, допустим, очень значимой, закрываем. Дети с трех лет практически обеспечены в республике, включая города. В сельской местности практически где-то с двух лет, где-то с полтора лет обеспечены. Где на сегодняшний день показатели демографии лучше и где рождаемость выше, мы будем открывать такие же современные группы. Ежегодно в бюджете республики закладывается немалая часть средств на развитие образования. В ближайшее время начнется строительство более 10 современных школ. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.